Друзья, всем привет! Вы на канале Голубом Пополяндии, с вами Николай. И сегодня у нас такая тема депортация. Обсудим с вами три вопроса. Как она происходит? Почему она происходит? И как ее избежать? Итак, поехали! Как происходит депортация? В фильмах нелегалов машины с серенами окружают, одевают наручники, засовывают в машины, в бусы, автобусы, корабли и отправляют домой. Но это в американских фильмах. Там должно быть все так, знаете, взрыва много, там все такое. На самом деле, в наручниках домой отправляют крайне редко. Это, скорее всего, какие-то преступления уже серьезные такие. Нас же, трудовых мигрантов, людей, которые стараются добросовестно работать, не чудить, то такие вещи нас не ожидают. Для нас депортация это письмо из стражи граничной или вызов стражи граничной и там объявление, что друг в течение 12-14 дней покинь Республику Польша. Вот как-то так. Плюс может быть штраф и может быть разный срок запрета въезжать в Польшу. И это бывает, потому что разные правонарушения бывают. Поэтому это добровольно принудительно, но тем не менее, вы должны будете тогда выехать. Почему это происходит? Я не юрист, я не буду вдаваться в все тонкости и подробности, но скажу так. Это бывает, потому что есть несоответствие в документах. Документы какие-то не сделаны вовремя. Когда вы находитесь здесь, у вас должна быть основа или подстава для того, чтобы находиться здесь. Разрешение. Разрешение находиться здесь. Для кого-то это виза, для кого-то сложенный внесок на карту побута. То есть, сложенные документы и поданные в ужон. То, что я хочу получить карту побута. Ну и там, соответственно, пакет документов. Для кого я буду работать и все остальное. Вот. То есть, когда вы делаете этот внесок, то вам ставят печать в паспорт и у вас есть основание находиться здесь. Но это еще не основание работать. Основание для работы это очвечение, временное основание работы и зазволение как бы постоянное до получения карты побута. Вот. И когда есть какое-то несоответствие. Например, вы работали, работали, ждете карту побута, очвечение закончилось, вы работаете дальше. Вы работаете в черную. Потому что не имеете права на работу. У вас дальше должно быть зазволение, к примеру. Или же карту дали. Ну, каким-то чудом. Так быстро. Вот. То есть, получается, несоответствие таких документов, это проблема. И таким образом вас могут попросить. Бывают и другие какие-то разные обстоятельства. Я не юрист. Я вдаваться в эти подробности не буду. Есть много юридических каналов. Я рекомендую тем людям, кто или берет к себе украинца на работу. Или, ну, неважно, украинцы там, обцикраевцы. То есть. Или же сам является трудовым мигрантом. Как бы пытаться разбираться. Почему? Объясняю. Я наивной души человек. Когда я сюда приехал, мне сказали, шеф все сделает. Коля, там даже не переживай. Ты, главное, работай. Под совестью, от всего сердца работай. Все будет классно. И занимайся своим вопросом. И шеф все сделает с документами. Я наивный товарищ. Так и стал делать. Ну, а потом, когда я от шефа уволился, там выяснилось. Даже чуть раньше начали выясняться некоторые подробности. Что оказывается. Хотя я тоже. Я говорил, что у меня заканчивается умова. Я говорил, что у меня заканчивается очевидение. Еще что-то. То есть, все это было проговорено. Но, тем не менее, были некоторые проблемы, некоторые несоответствия. И, в общем, я имею проблемы с документами. И, как я понял, большинство людей, ну, подавляющее большинство трудовых иммигрантов, имеют здесь проблемы с документами. И, скажем, к сожалению, ну, достаточно частенько происходит депортация. То есть, даже на моей памяти уже несколько вариантов таких было, что люди отправили домой. Поэтому это видео, знаете, как это призыв к тому, что документы... Хотя мы думаем, ну, я же там, допустим, водитель, я массажист, там, я врач, я, не знаю, еще кто-то, морковку в Эвракеши перебираю. Ну, что я должен быть юристом? То есть, пусть мой шеф меня оформляет. С одной стороны, вроде бы, как и правы. Да, ну, ты приехал там на клубнику, или ты приехал там, я не знаю, машину водить, грузовик, что ты должен быть юристом? Ну, с другой стороны, мы в чужой стране, и здесь, друзья мои, такие законы, как бы, мы должны сами пильнувать все вот это вот дело. Потому что иначе мы поедем домой. Вот, а наш шеф будет беспощадно наказан. Поэтому, ну, если вы хотите оставаться, если, может быть, знаете, у вас, как у меня, я, допустим, в Украине, в общем-то, ну, не представляю себе, куда мне возвращаться. Потому что я, как бы, все свое будущее все строил вот здесь. Если я хотел здесь остаться, и хочу здесь остаться, и, как бы, смотрю в сторону Польши свое будущее. Вот. Поэтому кто-то приезжает только на время. Поэтому, ну, для кого-то это вообще не проблема. Кто-то работает по визам. Суть в чем? Видео это сделано для того, чтобы призвать вас, друзья, чтобы все-таки вы тоже могли понять, что вот за документами следить должны вы. Это ваша ответственность, и проблемы будут у вас. Потому что шеф, если у него там какая-то крутая фирма, вас там много, денег у него достаточно, ну, получит он там 30 тысяч золотых штрафа. Ну, неприятно. Ну, для него это, как бы, ну, это не то же самое, что для вас поехать сейчас в Украину. Готовы вы к этому, не готовы? Итак, остается у нас третий вопрос. Что делать? Или как этого избежать? Ну, друзья, если уже так получилось, что вы получили депортацию, то сделать уже ничего невозможно. Потому что, как правило, 12-14 дней, и только надо собрать вещи и, как бы, и покинуть. Единственное, что вы можете сделать, то, если, к примеру, к вам применены суровые, ну, такие методы, может быть, штраф какой-то, там, тысячу золотых штрафа, к примеру, и три года депортации, ну, например, да, то есть, то можно попробовать сначала самому поговорить, вот, прийти в эту стражграничную, объяснить, что какая у меня ситуация, что так и так. И попробовать объяснить, что вот я приехал работать, как бы, ну, я этих законов не знал, я там пытаюсь как-то изучать, ну, вот, все охватить не могу. Шеф сказал, что да ты не переживай, я, мол, тебя оформлю, все будет хорошо. А сам вот так вот поступил, а как бы, ну, собственно, в моей вины тут минимум, поэтому очень прошу как-то вот по-человечески, упаси вам боже какую-то взятку, какую-то благодарность давать, потому что здесь это не принято, это Европа, это не Украина. То есть, это у нас на Украине там все зависит от пачки денег, меньше пачка или больше. А здесь нет, друзья, здесь так не получится, поэтому единственный ваш шанс, если вам навстречу пойдет этот ваш инспектор, который там этим делом занимается, который там может на это повлиять. Потому что я знаю, что были такие случаи, что просто, ну, тогда там, да, мамочка с ребенком на руках поговорила, попросила, слушайте, ну, правда, мы не знали. Мы как бы не злостный нарушитель, то есть, ну, вот так получилось там. И фактически ей там списали эти деньги, списали срок там до одного года, через полгода уже можно, ну, писать апелляцию, там, чтобы разрешили въехать обратно и возвращаться. Поэтому, друзья, ну, это один способ, и второй способ пробовать через, ну, обратиться к юристу какому-то, и толковому, конечно, желательно. Вот, и через него сначала проконсультироваться, если шанс пробовать изменить решение. Если, допустим, юрист берется, там, и вы готовы ему за это платить, то можно попробовать через юриста или через юридическую фирму изменить этот срок. Ну, я же говорю, самый первый простой способ, это надо попробовать просто поговорить, попроситься, объяснить ситуацию, что, как бы, ну, мы не злостные какие-то тут нарушители, мы приехали, чтобы им было хорошо, обочие руки не хватает, и нам было хорошо, чтобы мы там, как бы, жили в нормальной цивилизованной стране. Поэтому избежать этого уже не получится, избежать этого можно, знаете, как профилактически. То есть, если вы сейчас примерно себе представляете, что, по-моему, что-то у меня с документами не то, то вот самое время сейчас ими заняться. Я не знаю, как мне все это сойдет, не сойдет, в дальнейших видео, как бы, ну, я, наверное, буду делиться этим, обошлось у меня, смогли мы все это подкорректировать или не смогли, потому что, ну, я с юристом консультировался, есть законы, есть приписы, которые, в общем-то, меня защищают, и есть у меня шанс здесь остаться, и, как бы, законное основание. Но, к сожалению, здесь получается так, что разные юристы по-разному закон читают. И очень интересно, как будет его читать инспектор, этот закон, потому что иной раз с похожими ситуациями кто-то остается и говорит, да, все нормально, законное основание, как бы, вот, статья такая, статья такая. С другой стороны, иногда бывает несогласие, потому что где-то какие-то другие статьи кто-то находит и отправляют домой. Поэтому, кстати, друзья, на консультацию юриста очень важный момент. Когда вам юрист говорит, вот, 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 у тебя все хорошо, ты можешь вот с этой ситуацией идти домой, спать спокойно и ничего не переживать. Вам такой вариант не подходит. Кусочек бумажки, какие есть законные основания мне здесь оставаться, какие касаются меня. статьи, пусть напишет. Вот, как бы, пункт такой-то, параграф такой-то или там чего-то как-то, чтобы вы видели. А лучше, если он сделает с компьютера, с этого закона, скрины вам вышли. Ну, как бы, если вы платите юристу, да, то есть несложно ему это сделать. Чтобы у вас были законные основания. Вчитайтесь, думчиво посмотрите, действительно ли это вас касается. И вдруг какая-то ситуация. Иной раз, допустим, человек уезжает домой не потому, что он не прав. То есть он мог бы остаться там. Потому что ему сказать нечего. Он не знает, он имеет вообще право на что-то или нет. Мы же с вами тут не знаем свои права, потому что мы не юристы. А если вы идете к юристу, платите денежку, то пусть он вам эти все основания, скрины даст или статьи, допустим, что вы могли прочитать. И когда, допустим, к вам что-то применят, скажут, слушай, а вот у тебя такое-то нарушение, наверное, собирать чемоданы. А ты скажешь, уважаемый инспектор, а вы могли бы обратить внимание вот как бы на такую статью? Потому что я у юриста был, а юрист сказал, что вот как бы вот это меня защищает. И когда он это посмотрит, а вообще-то да, не надо собирать чемоданы. Может такое быть. Потому что это человеческий фактор, и никуда от этого не денешься. Так что относительно депортации, наверное, это вся информация, которую я бы хотел поделиться. Надеюсь, это видео было полезно. Я надеюсь, что, может быть, кому-то это поможет вовремя обратить внимание на свои документы, на свою ситуацию. Вот, друзья, если кто есть работодатель из поляков, пожалуйста, друзья, пильнуйте. Потому что это вас тоже касается, у вас тоже всякие обчинжения, всякие мандалы. Мы хотим сотрудничать с нашими польскими работодателями, с нашими друзьями. Правильным образом, в белую, чтобы все было хорошо, красиво. Мы со своим уставом сюда не приехали, украинцы. Мы сюда приехали для того, чтобы наоборот жить в цивилизованных условиях. Поэтому хотим все делать правильно, чтобы документы были в беленькую, чистенькую, аккуратно. Чтобы к нам не было претензий со стороны Польши как государства, со стороны вас как работодателей, если кто смотрит. Вот, поэтому, друзья, на этом весь сказ. Всем приятного дня. Субтитры сделал DimaTorzok